Раннее утро, начался рабочий день, люди едут в офисы, я иду на встречу с нашими ребятами из Бишкека, это семья, которая сегодня вечером улетает в Тихуано, мы сейчас идем в парк, они приедут где-то минут через 5-10, я их встречу, ну и будет собственно подготовка, 2-3 часа дальше мы снимем ролик, видео обращение к СМИ и к правозащитникам. Мы в парке, в Мехико-сити, с ребятами, которые приехали с семьей из Кыргызстана, а как давно здесь в Мексике? Мексика с 5-го, сначала мы были в Канкун, потом там несколько дней пожили и обратно самолетом до Мехико-сити, летели мы 3 часа, все нормально, в дорогах никаких препятствий не возникало. Да, хорошо прилетели и вот сейчас, на данный момент. Я знаю, что вы летели из Москвы, никаких сопровождений у вас не было? Не было. Самостоятельно? Не было. Какие-нибудь были трудности в Канкун, наверное, в аэропорту? Нет, у нас трудностей никаких не было, просто когда мы проходили контроль, у нас проверили наши страховки, тщательно проверяли наши паспорта, и где-то 5-10 минут они нас поспрашивали, зачем, куда. А что скажете вообще общее впечатление в Мексике? Общее впечатление в Канкуне очень хорошо, жарко, океан, впечатление очень хорошее, приятное, люди очень доброжелательные, то есть у нас было ощущение, что мы не за границами, а у себя на родине. И в Мексике тоже очень хорошо. Да, вот цены, безопасность. Цены. Здесь в Мексике дешевле, очень дешевле, в Канкуне очень дорого. Безопасность. Безопасность. Мы за свою безопасность в Канкуне и в Мексике не чувствуем. Понятно. Хорошо. Ну, в общем, с общими вопросами мы заканчиваем. Итак, ребята, я обращаюсь к коллегам-журналистам и к правозащитным организациям Соединенных Штатов, которые будут интересны этой истории, и мы надеемся, что вы подключитесь и поможете. Случилась беда, люди приехали и планируют, и хотят подать на убежище. Расскажите, что вас привело на границу в Тихуаны, с какой проблемой вы столкнулись у себя на родине? Мы на родине столкнулись с криминальными элементами.